Ивановцы не спешат приобщаться к прекрасному. В четверг, 2 августа, Ивановские музеи первый раз работали до позднего вечера. Музейщики наплывы посетителей не ощутили. Во второй четверг месяца ажиотажа также не было. Музейсица, например, в первый день работы по новому расписанию совсем никто не пришел. Последние посетители покинули музей в 5 часов вечера, а новые так и не появились. Почему это произошло? Музейщики ломают голову. Основных причин здесь две. Во-первых, в летние месяцы людей, как правило, меньше всегда. А во-вторых, многие люди, возможно, просто не знают о подобной инициативе музейного руководства. Широкой информационной кампании не было. Да и сейчас об удлиненном по четвергам расписании говорит только небольшое объявление на дверях музея. Мы проводим мониторинг спроса. Есть ли спрос на такую, есть ли потребность в городе, в туристических фирмах на такую услугу музея. Ну, хочу сказать, что наш музей работает в субботу, в воскресенье. Наш музей работает в празднике. А вместе с тем, Ивановские ситцы – это бренд города. Музей, по своей сути, является визитной карточкой областного центра. Здесь расположилась юбилейная коллекция Вячеслава Зайцева. С недавних пор работает подземный переход. Наш музей всегда традиционно посещают все делегации города, потому что наш музей рассказывает о помидже нашего региона. Потому что текстиль – это то, чем славится Иванова. Кроме того, музей расположен в великолепном особняке. Вы увидите очень красивый модерн, очень красивые подлинные двери, зеркала, паркеты. В Кривеческом музее в вечернее время оказалось оживленнее. Посетители приходили по одиночке и группами. Но и здесь после 7 часов вечера было сложно найти людей в выставочных залах. Хотя обычно днем желающих ознакомиться с богатыми коллекциями Бурелина немало. Музей востребован всегда. И даже в этот первый четверг, когда мы работали по удлиненному графику. И я думаю, просто еще не все ивановцы наверняка знают, и гости города знают о новом режиме работы. Но мы ждем наших посетителей, милости просим по четвергам в наш музей. Открыты двери музея для посетителей до 9 часов вечера. Сторожилы помнят, что некогда в советские времена уже пробовали увеличить режим работы в вечернее время. Но идея тогда не прижилась. Жители города не торопились приобщиться к культурным ценностям после работы. А все туристы обычно приходили в музей в дневные часы. Приживется ли такая инициатива на этот раз, станет понятно в начале осени, когда музеи начнут посещать школьные группы. До этого времени подобный режим работы будет считаться тестовым. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.